и пока вся эта гоп-компания в черной форме продолжает избивать граждан отбирать у них имущество пинать ногами брызгать газом вот в метро что было последний раз там на улице это как били ногами по лицу пока они продолжают крышевать весь этот нелегальный бизнес пока они продолжают просто тупо фальсифицировать материалы наши доблестные реформаторы из мвд и национальной полиции вдруг решили вернуть на дороге трукам и вот знаете там много как бы вопросов к этим трукам и по поводу ограничений по использованию в связи с погодными условиями и по поводу их сертификации и по поводу того же самого эффекта косинуса кому интересно можете залезть в интернете поискать что это такое и вот несмотря на все эти вопросы и все эти претензии к такому измерительному прибору как трукам они все равно его вводят ну вот для меня как для обывателя даже эти вопросы ну вот можно было пододвинуть на это второй план а на первый план на первый план знаете что выходит на первый план выходит тот факт что эти же самые трукам использовались раньше гаишника и именно потому что они использовались гаишниками и именно из-за того что к ним было много претензий их в общем-то и свернули ну свернули вместе с самими гаишниками а теперь наша новая реформированная полиция которая работает абсолютно по новым принципам по новым правилам они просто в тупую берут старые инструменты гаишные и применяют их сейчас в чем новшества как бы в чем реформа вот господин белошицкий который является кем-то зам директора департамента патрульной полиции говорит что это мы делаем для превенции и для того чтобы штрафовать людей да для превенции чтобы предупреждать то то как я уже сказал мы выкористовываем данную систему в превентивных целях мы выкористовываем ее для того чтобы снизить и ревень аварийности чтобы попередить правопорушения а не для того чтобы побольше протягнуть и до ответственности у нас такой цели тому и тут же они у себя на сайте публикуют табличку с местами где будет использован этот самый труп а вот я не беру там другие областях другие города я беру киев киве написано на проспекте победы и на проспекте бажана идиотизм вот кто в киеве тот как бы живет тот понимает что такое использовать на проспекте победы на проспекте бажана кто не из киева на примере проспекта бажана я вам рассказываю. Проспект Бажана это такая вот дорога интересная, которая находится на левом берегу протяженностью всем там с копейками километров, которая имеет по 4-5, а в некоторых местах по-моему даже 6 полос для движения. На этой дороге нет наземных пешеходных переходов, на этой дороге нет светофоров. Эта дорога разделена, вот встречное движение разделено отбойником, там достаточно хорошее освещение в ночное время, там отличная видимость в дневное время, там реально люди ездят 100, 120, 130 километров в час. Кто-то сейчас скажет, о это же очень много. Вот когда эта дорога заканчивается, она плавно переходит в трассу Киев-Харьков. И первый промежуток этой трассы, это так называемая Бориспольская трасса, она полностью совпадает по своим техническим характеристикам с проспектом Николая Бажана. Там столько же полос, там такой же отбойник, такое же освещение. И на этой трассе уже разрешено ездить 130 километров в час. Вот там нельзя, а тут можно. Только лишь потому, что там якобы город, а тут нет. Хотя риски там одинаковые, ну полностью одинаковые. Но там можно 130 ездить, а тут можно 50. Понимаете? И я же говорю, а там люди ездят по 100-120. Ну как бы это обычное дело, это нормально. Там действительно нет такого огромного риска. Ни ДТП, ни пешеходы там не бегают. Я вот я не помню, чтобы там пешеходы бегали через эту дорогу. И именно вот на этом месте они будут ставить рукам для того, чтобы предупреждать, а не для того, чтобы штрафовать. Да не, нифига подобного. Как раз вот потому, что там все привыкли так ездить и никого там уже не отучишь так ездить. Потому что ну вот не отучишь и все. Там будут ездить с такой скоростью. И там будет стоять рукам. Только лишь реально с одной целью, чтобы штрафовать людей. И понимаете, вот я смотрю на это все. Труками возвращают. Система автоматической фиксации, которая была при гаишниках старых, и которая была признана Конституционным судом такой, что не отвечает Конституции, она возвращается. При гаишниках была тенденция по увеличению штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас мы видим, как эта тенденция вовсю развивается и у нас увеличивают штрафы за все любые возможные правонарушения. И еще много-много-много другого. Те же самые протоколы отменили. Вот те же самые сейчас у нас. Новое правило штрафования за нарушение правил парковки. Все тупо возвращается на круги своя. Казалось бы, у нас новая реформированная полиция, но они берут старые нормы, которые присуществовали при гаишниках и применяют их сейчас, переносят их на новый лад. Они берут старые инструменты, которыми пользовались гаишники и снова их переносят. На сегодняшний день в чем реформа, объясните мне. В чем? То есть фактически между гаишниками бывшими и нынешними патрульными полицейскими, нет никакой разницы. Хотя нет, одна есть разница. Бывший гаишник, он был более подкован в знании законодательства. И он когда видел, что перед ним не какой-то там раб или лох, что человек знает законы, что человек знает свои права и умеет их отстаивать, гаишник очень быстро ретировался, потому что понимал, что не разведет он его. А нынешние они не знают законов, не умеют их применять, но при этом прут, как, я не знаю, как бронепоезд против любого водителя. Бьют ему стекла, валяют по полу, задувают автомобили газом и прочее, прочее, прочее. Вот это и есть разница между старыми, нелюбимыми нами гаишниками и нашей новой реформированной патрульной полицией. Все. Субтитры создавал DimaTorzok